Почему мужчины не знакомятся? У него внутренний диалог, он начинает с собой бороться. Так, подходить не подходить, пытаться не пытаться, так, пошлет не пошлет, грубо ответит или нет. Но понятно, женщина же не будет первой знакомиться. Мне так одиноко, мне так бессмысленно. Ну где же тот мужчина, который придет и спасет меня? Потому что ей очень срочно надо. Вы ничего не делаете, вы просто сидите и ждете. Это повод задуматься, что скорее всего вы делаете что-то не так. Привет, меня зовут Ярослав Самойлов. Я дипломированный психолог, магистр психологии. Прежде чем мы перейдем к этому видео, прямо сейчас ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик. И обязательно смотрите это видео до конца. Почему мужчины не знакомятся с девушками или с девушкой? Это видео будет полезно, если вы задаетесь таким вопросом. Возможно, с вами не знакомятся. Вы, наверное, думаете, блин, я красивая, умная, занимаюсь собой, но почему не знакомятся? Возможно, даже ощущение, что мужчины меня не замечают. Либо же наоборот, мужчины смотрят, но не пытаются познакомиться. В этом видео я перечислю свое видение, выделю основные причины, почему так может происходить. Итак, первая причина. Номер один причина. Очень серьезное лицо. Очень серьезное лицо. Представьте, это ощущение очень при очень строгое, серьезное, чем-то озабоченное какими-то проблемами лицо. И вы можете сказать, так что мне, ходить все время улыбаться, это же нереально, это же невозможно. Может быть и невозможно. Но если вы ходите с таким лицом, ну простите, мужчина смотрит на ваше лицо, он смотрит на ваше настроение. Если вы чем-то озабочены, в чем-то погружены, то мужчина боится. Ему не в смысле не нравится серьезное лицо. Он представляет себе, вот сейчас я попытаюсь познакомиться, подойди к этой девушке, и скорее всего, если она такая серьезная и строгая, скорее всего она меня пошлет. И поэтому мужчина боится не вас, мужчина боится не женщину, он боится состояния почувствовать себя отверженным. Ощущение, когда ему отказывают. Вот я шел себе в хорошем настроении или ехал в машине, и тут идет девушка, ой, интересно, ну пускай серьезное лицо, окей. Он же боится, мужчины боятся знакомиться, боятся вот этого отказа, ощущения почувствовать себя глупо, отверженно, а еще когда на это смотрят какие-то посторонние, либо другие люди. И поэтому, когда ваше лицо менее серьезное, у него меньше страха, что ему откажут, что его отвергнут. И еще важно закономерие, что чем успешнее мужчина, тем больше у него страх упасть вниз, тем больше у него страх отказа и почувствовать себя каким-то плохим, когда ему говорят нет, особенно в грубой форме. На самом деле многие девушки отказывают, ну не мягко, да, не вежливо, а как-то грубо, жестко, и у каждого мужчины есть такой негативный опыт. Вторая причина. Вы постоянно тусуетесь с подружкой, либо с подружками, что еще хуже. Поймите, пожалуйста, что для мужчины это гораздо более сложно попытаться познакомиться с девушкой, которая в компании людей, либо в компании подружек. Потому что, опять же, если мне сейчас будут говорить нет, тогда еще на это будут смотреть твои подружки. А еще бывает, когда подружки сами вступают в дискуссию и как-то негативят. И поэтому это усиливает страх мужчины знакомиться с женщиной. И мужчина гораздо более охотно и смелее будет знакомиться с той девушкой, которую он увидит где-то на улице, либо в заведении, либо вместе, в каком-то, не знаю, в аптеке, в магазине, в супермаркете, когда она одна. Тогда у мужчины смелости больше. Когда вы с подружками, а еще тем более, когда ваши подружки, может быть, как-то неадекватно ведут, либо грубо разговаривают, либо еще как-то странно себя проявляют во внешнем мире, конечно же, это тоже может влиять. Следующая причина, почему мужчина не знакомится. Потому что вы быстро ходите. Вы не ходите, вы летаете, вы бегаете, не важно на каблуках или нет. Вы мчитесь. Понятно, что вы постоянно опаздываете, постоянно вы чуть ли не руководители миллиардных корпораций, я все это понимаю, но вы реально быстро ходите. И попробуйте, ну, ходить медленней. И опять же, поймите, мужчина, когда женщина ему понравилась, он еще в себе там начинает, он же не сразу бежит знакомиться. Он, у него внутренний диалог, он начинает с собой бороться. Так, подходить, не подходить, пытаться, не пытаться, так, пошлет, не пошлет, грубо ответит или нет. Понимаете, у него какой-то период происходит внутренний диалог. И если в этот момент вы бежите, как гончий пес за едой, гончий пес, который не ел три дня, и он бежит за едой, там где-то через километр кусок мяса, то, конечно, все, пока он надумал к вам подходить, вы уже куда-то убежали. И он думает, ну, бежать, а сейчас на улице жарко, или на улице холодно, или мне вообще в другую сторону. И он может решить, что, ну, зачем, ну, ладно, ну и ладно, пойду себе дальше своими делами, куда шел, туда и пойду. Следующая причина, почему мужчины не знакомятся, неочевидная. Потому что вы боитесь мужчин. Вы сами боитесь мужчин. У вас есть внутренний страх. Вы, как бы, с одной стороны, хотите, чтобы мужчины знакомились, вы хотите, чтобы мужчины были в вашей жизни. Но при этом вы их боитесь. А когда мы испытываем страх внутри, тогда мы, как бы, своим поведением делаем все, чтобы этого не произошло. И поэтому ваше поведение из-за этого страха может быть закрытым. И поэтому вы быстро бежите, быстро ходите, или в телефоне, либо с серьезным лицом. Понимаете, внутренний конфликт. Я хочу быть в отношениях, но я боюсь отношений. Я хочу, чтобы возле меня был мужчина, но я боюсь мужчин. И происходит, ну, конфликт, но страх побеждает. Страх сильнее нашего желания обычно. И мужчины это чувствуют. А мужчина тоже боится. Но, понятно, женщина же не будет первой знакомиться. Мужчины обычно должны делать первый шаг. Правда же? Особенно, если мы говорим про живые знакомства. В интернете можно по-разному. Но про живые знакомства странно, если женщина будет знакома. Подходите, привет вы мне. Ну, это только уверенные все девушки могут делать. Осознанно и редко. Но если мы говорим про мужчин, то есть мужчина испытывает страх, он видит перед собой женщину, которая боится, бежит куда-то, да? И если у вас этот страх есть, вам, в первую очередь, нужно признать, да, он у меня есть. И поверьте, это нормально, если есть страх. Это не значит, что с вами что-то не так. Это не значит, что вы плохая или недостойная. И если вы не признаете нечто, что у вас есть, тогда вы это не можете поменять. Если вы хотите что-то поменять в своей жизни, тогда первый шаг, нужно признать это. Да? То есть я же не могу похудеть, если я не признаю свой лишний вес, правда же? И наоборот, я могу похудеть, первый шаг это я признаю, да, у меня есть лишние 5, 10, 25 килограммов. Это первый шаг. Вот то же самое и в работе над страхом. Следующая причина, почему мужчины могут не знакомиться, это наоборот, знаете, когда женщина находится в состоянии, я это называю голодная собака. Это не та, которая бежит, а, знаете, которая заглядывает в лица, во все лица людей, ну кто же меня накормит? Ну где же, где же тот мой спаситель? Где же мой спасатель? Мне так одиноко, мне так бессмысленно. Ну где же тот мужчина, который придет и спасет меня? И у нас начнутся отношения, замужество, и наконец в моей жизни наступит какая-то белая полоса. Да, то есть это те женщины, которые себя ведут. Нельзя сказать, что они сидят дома или в четырех стенах, да, они, эти женщины, как бы даже вроде в глаза мужчинам смотрят, и вроде бы сами ходят, и вроде бы вот голова приподнята, но никто не знакомится. А потому что подсознательно у этой женщины, она ищет спасателя, который спасет ее от одиночества. То есть это та женщина, которая смысл жизни видит только в мужчинах. Номер один смысл жизни выйти замуж, номер один смысл жизни создать отношения, номер один смысл жизни родить детей. И мужчины это тоже как-то на подсознательном уровне чувствуют. И обычно такие женщины жалуются, что тоже никто не знакомится, потому что ей очень срочно надо. И понимаете, вот как выглядит мужчина, которому очень срочно это надо. Странно, правда же? Вот так же и женщина. Но вы можете это не показывать, вы можете это скрывать, но это чувствуется. Следующая причина, почему мужчины не знакомятся, это вы не смотрите в глаза. Вы не смотрите в глаза. И, например, я вижу большую разницу, когда я бываю в Москве, там женщины, вот они как-то более открыты, более смелые что ли, и они более смотрят в глаза, чем в менее быстрых по темпу городах. В большинстве случаев вы не смотрите мужчинам в глаза. Вы смотрите себе в телефон, поднос, или еще куда-то в сторону. Это изначально, что мужчину нужно смотреть взглядом. Но как минимум, нужно как-то встречаться взглядами, чтобы ваша голова была приподнята. Следующая причина, почему мужчины не знакомятся с женщинами, это то, что вы сидите в четырех стенах. Вы ничего не делаете. Вы просто сидите и ждете. Вы ждете какого-то чудесного, странного, необычайного случая, как где-то в кино, в какой-то художественной книге. Вы ничего не делаете для этого. Вы думаете, что все должно происходить само собой. И да, такое бывает, когда происходит само собой. Но тут должен быть баланс между гоняться за мужчинами, искать срочно мужика, и между пассивным образом жизни, пассивной позицией, что я ничего не буду делать, само собой будет происходить. Но задумайтесь, если вы в четырех стенах сидите, и это уже длится годами, и ничего в вашей жизни не происходит, это повод задуматься, что, скорее всего, вы делаете что-то не так. И завершающее для этого видео, неочевидная причина, почему мужчины не знакомятся, это для тех женщин, которые ощущают себя, вот я вроде красивая и умная, а меня даже не замечают. Вот особенно это касается тех женщин, которые считают себя, я незаметна для мужчин. То есть у них такое ощущение, что мужчины вообще смотрят сквозь них. И часто здесь лежит даже психологическая травма, проблема психологическая, это, знаете, ощущение, как будто бы и меня в этом мире нет. Такое ощущение, вот нельзя сказать, что я в этом мире существую, я живая. И обычно это происходит у девушек, у которых, которые не чувствуют смысл этой жизни, которые чувствуют, вот на уровне эмоциональных ощущений, такое, знаете, как будто бы как-то жизнь где-то там проходит, а я на нее сторонки смотрю. Как будто бы я не главный, я не в главной роли своей жизни. Такое ощущение, как будто бы я второстепенный партнер. И на самом деле, я не знаю, чего я хочу, куда я иду, о чем я мечтаю, да? То есть мужчины их не видят. И если взять обратную связь у этих мужчин, они могут сказать, что ну да, красивый, но какая-то пустая, или какая-то неинтересная, как-то не резонирует. И поэтому у этой девушки нужно работать, опять же, не над поиском мужчины, а над обретением смысла собственной жизни. И опять же, не через мужчину. Я в этом видео перечислил лишь некоторые причины, почему мужчины не знакомятся с женщинами, с девушками, или с конкретной девушкой, или с женщиной. Если вы хотите подробно разобраться, как привлекать достойных мужчин в свою жизнь и сделать правильный выбор, как создавать действительно классные отношения, которые длятся классно не только первое время, а столько, сколько вы захотите. Как обновить, перезагрузить, перезапустить, либо выйти, либо не стоит выходить, либо дать второе дыхание токсичным, абьюзивным, созависимым, зависимым, несчастливым отношениям. Эти и многие другие темы мы разбираем на бесплатных вебинарах, которые называются «Мужчина. Честная инструкция по применению без драм и манипуляций». Прямо сейчас под этим видео кликайте по ссылке и записывайтесь бесплатно. Если это видео было полезно прямо сейчас, поставьте лайк, подпишитесь на канал, нажмите колокольчик и напишите ваш комментарий.